Равнобокая трапеция вписана в окружность, центр которой принадлежит одному из оснований. Угол между диагоналями трапециями, противодлежащий ее боковой стороне, равен 56 градусов. Найдите углы трапеции. Для начала сделаем рисунок, запишем данную. Четырехугольник ABCD равнобедренная трапеция. ABCD вписан в окружность, с центром О и радиусом R. Угол ATB равен 56 градусов. Сторона AB равна стороне CD. Центр окружности О принадлежит основанию AD. Найти углы трапеции. Угол A, угол B, угол C и угол D неизвестны. Угол ABD равен 1 и 2 угла AUD. Угол ABD это вписанный угол в окружность и он равен половине центрального угла, на который опирается. Угол ABD это развернутый угол, так как AD это диаметр. Получается 1 вторая от 180 градусов. Посчитав получаем 90 градусов. Рассмотрим треугольник ABD. Треугольник ABD у нас прямоугольный. Мы это доказали. Значит мы можем воспользоваться свойством прямоугольного треугольника. Сумма острых углов прямоугольного треугольника в сумме дает 90 градусов. Тогда у нас получается, что угол BAT плюс угол ATB в сумме дает 90 градусов. Выразим отсюда угол BAT. Угол BAT будет равняться 90 градусов минус угол ATB. Подставим сюда наше значение. Получается 90 градусов минус угол ATB. Угол ATB равен 56 градусов. Это из условий. Посчитав получаем 34 градуса. Сторона AB равняется стороне CD. По свойству равнобедренной трапеции. AD общая. Угол BAD равен углу ADC. По свойству равнобедренной трапеции. Углы при основании равны. Из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод. Что треугольник ABD равен треугольнику ACD. По первому признаку. Если две стороны и углы между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны. А раз треугольники равны, отсюда следует, что соответствующие элементы будут также равны. Тогда у нас получается, что угол CAD будет равен углу BDA. Рассмотрим треугольник ATD. Угол ATB это внешний угол треугольника ATD. Внешний угол треугольника равен сумме двух несмежных с ним. Тогда у нас получается, что угол ATB будет равен сумме двух углов TAD плюс угол TDA. А ранее мы доказали, что эти углы треугольника будут равны. Преобразим получившееся выражение. Тогда угол ATB будет равен угол TAD плюс угол TDA. Угол TDA мы заменим на угол TAD. Тогда у нас получается, что угол TAB будет равен двум углам TAD. Выразим отсюда угол TAD. Тогда угол TAD будет равен 1 и 2 угла ATB. Подставим сюда наши данные. Получается 1 и 2 от угла ATB. Угол ATB по условию равен 56 градусов. Посчитав, получаем 28 градусов. Рассмотрим угол BAD. Угол BAD равен сумме двух углов, на которые он разбит. То есть угол BAT плюс угол TAD. Угол BAD равен 34 градуса плюс угол TAD. Угол TAD мы ранее нашли. Это 28 градусов. Посчитав, получаем 62 градуса. Воспользуемся свойством трапеции. Основание трапеции параллельно. Тогда у нас получается, что сторона BC параллельна стороне AD. А раз прямые параллельны, отсюда следует, что сумма односторонних внутренних углов при параллельных прямых BC и AD и секущей BA сумме дает 180 градусов. Тогда у нас получается, что угол BAD плюс угол ABC в сумме дает 180 градусов. Выразим отсюда угол ABC. Тогда у нас получается, что угол ABC будет равняться 180 градусов минус угол BAD. Подставим сюда наше значение. Получается 180 градусов минус угол BAD. Угол BAD равен 62 градуса. Мы ранее его нашли. Посчитав, получаем 118 градусов. Запишем ответ. Угол BAD равен углу CDA. Углы при основании равнобедренной трапеции равны. И все это равняется 62 градуса. Угол ABC равен углу BCD. Также углы при основании равнобедренной трапеции равны. И все это равняется 118 градусов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.